Я хочу сказать, что с этим трио я давно сотрудничала. Замечательные музыканты, они любят играть все новое, не звучавшее ранее, вот как сейчас эта премьера была, потому что никто не играет этого, а вот они все-таки это выучили и замечательно играют. Ну, а я уже не говорю о том, что много-много лет подряд мы сотрудничаем, и вот мои трио все, все были в основном в исполнении, вот этого трио, правда, была одна замена, потому что место альта у меня в партитуре велончей, но я хочу сказать, что два трио «Серенада весне», которые, кстати, название диска у меня, вот там диски лежат, кто заинтересуется, посмотрите, пожалуйста. Вот «Серенада весне» она написана для очень нестандартного состава, это «Добой», «Виолончей» и «Рояль». А второе трио, которое я написала, тот же был состав, но назывался «Дивертисмент». Так вот, в «Дивертисменте» девочки захотели сыграть еще раз эту музыку, и они сами сделали переложение, сами сделали какую-то транскрипцию, но уже вместо «Виолончей» альт, и мне понравилась очень вот эта вот вариация такая, потому что, ну, когда творчество, люди горят творчеством, они делают интересные, необычные вещи, вот. И вот я считаю, что вот этот трио, оно очень такое творчески яркое. Ну, и я уже не говорю о том, что еще одно трио я написала, уже там, где трио «Основа», а еще плюс «Чтец» был, и «Волос», и называлось это на стихи «Монесения» написано «Трио», третье трио. Так вот, я хочу сказать, что во всех международных фестивалях «Московская осень» в «Трио» звучало. Поэтому я им очень благодарна, действительно, творчески интересное. А сейчас, чтобы прозвучало, вторая часть «Сдвертисмента», тут три части, первая – сценка, вторая часть – серенады, и третья – финал. И здесь, как бы, образы разных композиторов. Ну, вы послушаете, я сейчас не буду раскрывать это, но здесь так. Каждый образ в каждой части – серенады.